Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Война Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 2098. Восьмой том. Книга «Открытым оком». Как вы думаете, чем вызвано такое предпочтение в житиях девства напротив брачной жизни? Ответ Игнатия Лапкина. Сначала посмотрим, учил ли так Христос и апостолы. Только в одном месте сказано, что одному легче служить Господу, когда не обременен житейскими заботами о жене, о муже, и нет скорбей, которые у семейных от детей. Первая Коринфянам, 7 глава, 28-33-34 стихи. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. А женатый заботится о мерзком, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мерзком, как угодить мужу. Ну вот, так сумели такую всемирную агитацию провести монахи против семейной жизни, что их слушатели стали бросать жен, мужей, детей, родителей. И не где-то, а в верующих семьях. И то, если спасение наше зависит от нашего самопожертвования и самоистязания, то чего не сделаешь ради спасения своей бессмертной жизни, души? Писания люди не знали. А главным источником информации о Царстве Небесном были только монастыри, монахи. Вот они и создали образ Симеона Столпника, Алексея, Божия Человека. Чем изуверестей, чем непригляднее, чем тягостнее, тем угоднее Богу. Тем более будет благоухание и нетленности в телесах. С Библией учение монахов нигде не соприкасается, а они написали свое кредо и по нему набирали в свои монастыри. И сколько там загублено талантов. Кто мог жить нормальной семейной жизнью, всю жизнь давились в похоти и в женском, и в мужском монастырях, как жития свидетельствует. А чего проще бы прочитать Священное Писание? Первое Коринфянам, 7 глава, 9 стих. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Да, такие слова апостола были крамольнее в монастырях, чем архипелаг Гулаг Солженицына при господстве КПСС в союзе нерушимом. Но то рухнуло. А это никак не поколеблется. Похоже, будет до суда с большой буквы. Это время непокорства и похоти. Ксенофонт Иоанн, память 26 января. Вышедший на сушу, Иоанн рассуждал сам с собой так. Куда я пойду теперь? Я стыжусь явиться на гимн, на глаза людям. Пойду лучше в монастырь, где живут благоговейные иноки. И там поработаю Богу, спасшему меня от смерти. В нищете и смирении лучше, чем в богатстве мира сего. Я думаю, что Бог потому не послушал нас, молившихся к Нему на корабле, что родители наши хотели сочетать нас с браком и оставить нам богатства и большие приобретения. Гимн молоку хотелось написать в голодный год, как раз послевоенный. Дояркую тогда трудилась мать в колхозном рабстве вовсе за бесценок. Писали трудодни, спасли они от высылки, от лагерей ГУЛАГа, и это все нас ради. Вон и дни не знали денег, месячной зарплаты. Корова наша, стоя на учете, обязана была союз кормить. Мать вспоминала, будучи девчонкой, считали все с коровой короли. Кормилицу колхозную доила и, крадучись, давала молока. Хотя и медленно, но возвращалась сила, и щеки зарумянились слегка. Бог обещал молочную реку в земле обетованной и из меда. Сказания древности о молоке рекут, коров не любят только идиоты. Она кормилица, а в имя химзавод. Река молочная, плывет и сыр, и масло. Пьет молоко рогатых, кто пасет. Коль не заразная, сырое не опасно. А брат, творог, в хозяйстве все вопрок. Печь русская с горшками, чудом пенок. Сосок от вымени на выделанный рог. Насытится смеющийся ребенок. Мне из телячьей кожи сапожонки Сшил деревенский дедушка умелец. Отец их ценность дегтем приумножил. В них чуть ли и не спал я целый месяц. Ну что за стих о молоке, корове? Мне пробурчит борчук молокосос. Он и не слышал. Бедному здоровье дает мычащий друг молоковоз. 8 сентября 2003 года. Игла, Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok